Всем добрый день! А мы продолжаем изучать лайфхаки по первоэлементам. И сегодня завершающее занятие, завершающее видео по самому главному, самому важному, самому много что определяющему первоэлементу, пятому, а вернее первому, это эфир. Сегодня тема видео посвящена первоэлементу эфир. Давайте будем разбираться, какие там существуют лайфхаки, как вообще их придумывать. Опять же, при помощи здравого смысла мы попытаемся с вами разобраться, не понимая, допустим, что такое науковаство пока там, или как-то чуть-чуть, зная, немножечко зная. Эфир. Такой интересный первый элемент. Я о нём рассказываю на самом деле в самом конце, но при этом этот первый элемент самый главный. Если кратенько в курсе веду вас, то, как я это знаю, понимаю, первый элемент эфир — это самый первый, изначальный первый элемент, самый чистый, самый, как сказать, тончайший, самый лёгкий, самый высоковибрационный элемент, обладающий вот такой высоковибрационной энергией. Вот. И, соответственно, он является изначальным элементом, из которого, ну, описываться так во всяком случае, пока что я лучшей версии не нашла, придерживаюсь этой версии, вполне чувствую по сердцу, что логичная версия. Из первоэлемента эфир произошли все остальные первоэлементы в своей определённой очерёдности. Начало из самого тонкого, самого-самого-самого лёгкого и самого незримого элемента эфира произошёл, проявился чуть более тяжёлый, но также лёгкий первый элемент — воздух. Потом из воздуха чуть более тяжёлый, материальный, но ещё такой, как сказать, нечто среднее, уже нелёгкий, нет тяжёлый, да, элемент — огонь. Потом из огня проявился уже более тяжёлый, более ощутимый, осязаемый элемент вода и из воды уже произошел самый тяжелый самый ощутимый самый грубый первый элемент это земля причем интересно что первый элемент эфир имея как бы в себе все потенции проявлению всех первых элементов все равно является самым тонким тончайшим элементом самым легким по вибрации самым высоким вот если взять воздух то воздухе уже присутствует элемент эфира и элемент воздуха в огне присутствует элемент эфира воздуха и огня воде присутствует элемент эфира воздуха огня и воды а в земле уже присутствуют все первые элементы эфир воздух огонь вода и земля вот мы сейчас прошли все четыре первые элемента в огонь в огонь говорю вода огонь земля воздух и остался самый главный, из которого все вот эти первые элементы произошли. Ну, давайте размышлять. Из того, что мы точно 100% с вами знаем, и это кто чуть-чуть даже изучает вас, то уже знает, что первый элемент эфир находится, его месторасположение в центральном секторе нашего пространства. Если мы посмотрим на любое пространство, квартира, дом, офис, участок, город, неважно, коттеджный поселок, какая разница, да, любой объект, самый центральный его сектор, если на три части разделим каждую сторону конкретно рассматриваемого объекта, по сторонам света, это будет эфир. Если не по сторонам света, то эфир немножечко не параллельно сторонам квартиры будет. Но это нюансы, которые больше я на обучающем курсе вот это рассказываю. А сейчас мы попробуем разобраться в сути первого элемента эфира. Он находится в центре. Давайте смотреть. Я всегда провожу аналогии с нашей жизнью, с какими-то реально известными нам законами, с нашим телом, телом в первую очередь, телом психики, телом физики. Итак, в нашем теле физическом, физическом грубом теле, первый элемент эфира отвечает за слух, за чувство, слух и за орган уши. То есть самым тонким воспринимателем, еще одно слово в словаре дали, воспринимателем волн, тончайших волн звуковых является орган уха. Ну там сложное устройство у него. Но при этом проводником этих волн является эфир. Говорится так. То есть в пространстве есть определенная потенция к передаче в эфире, а эфир есть пространство, передачи звуковых волн. И именно орган уха в физическом теле дает нам возможность нашему телу психики соприкасаться с чувством слуха. То есть при помощи звуков, различных вообще звуков, без разницы, мы, одна из граней, воспринимаем этот мир. В том числе эти звуки, они на тело психики влияют определенным образом. Если это приятные звуки успокаивают, умиротворяют. Если это воодушевляющие звуки, то поднимается у нас внутри вдохновение, энергия, мощь. Раньше, как, допустим, в Советском Союзе были лозунги, вот это все было очень важно, звучали со всех сторон, с радио, везде-везде. Вдохновляя тем самым, то есть поднимая некие вибрации эмоциональные у людей. Это все звуки. Если это какой-то тяжелый рок, тяжелый металл, тяжелая музыка, то определенные тоже настроения возникают. Если это какая-то там легкая медитативная музыка, то тоже возникают определенные чувства, состояния наши. Ну, что мне об этом говорить? Вы все, на самом деле, разумные, кто меня слушает и смотрит. Вы все это понимаете? Я просто, ну, как сказать, провожу аналогии, напоминая о том, что мы и так все знаем. Вот, просто беру с этой картотеки всем известные факты и, хотел сказать, подтасовываю их. Ну, и, в общем, предлагаю посмотреть чуть-чуть другим взглядом на все это дело. Итак, эфир. Мы поняли, да, с вами, что это звуки. Это еще одно чувство в нашем теле, которое из пяти чувств, да, пяти чувств первоэлементов основных. Зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Слух завершающий, да, вот наше занятие сегодня. Вот. Эти все чувства помогают нам через физическое тело, через проекцию этих чувств, органов чувств, воспринимать этот мир, в принципе, воспринимать. Ну, вот, в сегодняшней реалии, кто болел ковидом, я, насколько знаю, нет у меня такого личного опыта, ну, и у меня он не нужен, не важен. Ну, достаточно мне того, что я могу спросить. Люди, потерявшие обоняние, обоняние или вкусы, да, они, ну, вот, по ощущениям, я даже помню, когда болеешь, просто раньше, в детстве болеешь, когда вкусов не ощущаешь или запахов, это очень неприятное чувство, состояние, да. А если вы не слышите, например, да, вы, там, как это называется, глухонемой, да, ну, в общем, я не знаю, если вы не слышите, не слышите звуков, да, не слышите запахов, не ощущаете вкусов во рту, не чувствуете у вас, допустим, нарушена чувствительность, вас обнимают, гладят, например, да, массаж делают, а вы ничего не чувствуете. Как можно себя в таком случае чувствовать живым, да? Ну, странно, никак. Никак, по-моему, не почувствуешь себя живым. Будешь чувствовать себя каким-то, ну, бревном, поленом. Вот, поэтому все эти пять первых элементов, почему я им особое внимание уделяю в своих видео, они на самом деле оживляют наше физическое тело и делают его живым локатором, воспринимающим информацию в разных видах этого мира, через зрение, через обоняние, осязание и звук. Сегодня звук, сегодня эфир. Итак, хорошо, давайте разбираться. Что дают нам эти звуки, приятные звуки? Я уже сказала, неприятные, я уже сказала. То есть, фактически, мы с вами сейчас, глядя через тонкое тело, тело эмоциональное, наше тело психики, понимаем, что центральный сектор любого объекта недвижимости, любого, является сектором, который помогает нам, сектором первого элемента эфир, помогает нам воспринимать звуки. А что есть звуки? Что есть звуки? Звуки — это слова, звуки — это общение, звуки — это звуки этого мира. То есть, фактически, если брать звуки и наш орган, и чувство, слух и орган уши, то фактически это способность, способность, да, теперь, способность психики, способность нашего вот этого замечательного, хотел сказать, скафандра, ну, вот этой замечательной машины, очень умной и очень, ну, фантастически, логически, бесконечно потрясающей, да, устроенной, вот, воспринимать, слышать и слушать. То есть, вот эта способность, которая даёт нам гармоничный первый элемент эфира. Я сейчас скажу, какой он гармоничный. Итак, способность слушать и слышать. Как вы считаете, вот сейчас тоже поразмышляйте, насколько важна вам способность слушать, и не просто слушать, а слышать. Вот даже сейчас, представьте на секунду. Вы поняли, что я вам сказала? А я сказала, если я сейчас с вами говорила, и вы бы не слышали мой голос, не слышали, то как бы вы воспринимали информацию? Сложно было бы воспринимать, если бы, допустим, информация была бы только звуковая. О, ладно, у вас ещё картинка, а если я ещё вот так сделаю? И с вами буду говорить. Но понимаете, да, вроде просто, банально, но зато понятно. То есть, фактически, нам первый элемент эфира помогает слушать и слышать этот мир, воспринимать информацию, и потом эта информация каким-то образом в нашей жизни проявляется. Это из простого. Дальше идём. Размышляем логически. Итак, если первый элемент эфира, вот так удивительным образом получилось, что все первоэлементы имеют определённые сектора по краям энергетической решётки, а этот прямо в центре, что это может означать? Что у нас прямо в центре нашего тела брать? Ой, брать, говорю. Что у нас находится? Если будем брать с вами, например, чакры. Ну, чакры, энергетические центры, все, ну, не знаю, но есть ли кто-то здесь у экрана, кто не знает, что такое чакры? Сомневаюсь, все знают. Центральные чакры нашего тела, которые являются, как говорится, переходом от материи к духовности, от грубых энергий к тонким энергиям, является четвёртая чакра, сердечная чакра. Это центральный сектор. Это центральная чакра нашего тела, и она же определяется центр наших духовных, материальных энергий. То есть здесь они объединяются и потом разделяются. Здесь происходит объединение. И именно поэтому, ну, и я думаю, что, скорее всего, именно поэтому часто центр нашего дома, сектор первоэлемента эфир, сравнивают с сердцем дома. Сердце дома. Сердце дома, сердце нашего тела, это сердце, а сердце нашего дома, это первоэлемент эфир, центральный сектор. Вот. Итак, смотрите, если мы с вами, допустим, знаем, вот мы умные такие ребята, мы уже в вас тут чуть-чуть разбираемся, что сектор первоэлемента эфира должен быть максимально лёгким, открытым, хорошо освещённым, там не должно быть несущих стен, в общем, должно быть легко, и хорошо, и свободно, то мы вроде бы с точки зрения знания понимаем, ну да, вот он такой должен быть, а почему? Давайте разбираться, а почему? А может быть, это фигня какая-то, да? Кто-то придумал, вот выдумал, и всё. Если мы, конечно, я не всё смогу доказать, какие-то факты я не могу доказать, но воспринимаю их ну как бы как есть, а в этом смысле я имею в виду периодичность проявления первоэлементов, но при этом, при этом, периодичность проявления, я имею в виду, что первый был эфир, самый тонкий, но при этом мы же можем, допустим, подставить под сомнение эту периодичность проявления, и допустим, всё из земли вышло, допустим, да, ну а не с эфира, и не эфир первоисточник, Но мы же можем спокойно нашими известными в нашем теле органами чувств пронаблюдать, какие первые элементы мы точнее воспринимаем нашим тонким телом. Какие грубее, которые возможнее всего ощутить, взять и ощутить пяти органами чувств. Земля, понятно, что взяли, потрогали, можно потрогать. Огонь, дотронуться можно ощутить, что он обжигает. Вода, можно пощупать, да, более-менее грубый такой элемент. Воздух, воздух особо не почувствуешь, но если дуновение ветра, ты почувствуешь. Эфир, самый такой неуловимый, неощутимый, да, но скорее всего, вероятнее всего, возможно, он как раз и есть самый легкий, да, но по логике невозможно ощутить, значит, скорее всего, он очень легкий. То есть при помощи логики наших органов чувств мы можем доказать, до какой-то степени доказать, что это легкий, неощутимый, едва уловимый элемент, вообще неуловимый даже, я бы сказала. Вот, тогда все логично. Первый элемент эфир является источником, источником проявления, проявления всех первоэлементов. Соответственно, если он негармоничный, если он обрезан, захламлен, утяжелен, забит, то если брать первое, просто уровень первоэлементов, то фактически, если у нас источник энергии, какой-то источник энергии свободный, свободный он работает, качает энергию, наполняет что-то где-то, да, то это здоровая версия. Если он забит, захламлен, зажат со всех сторон, то он пытается там что-то качать. Пример наше сердце, да, тоже можно качать. Ну, какую-то энергию более-менее он выдает, ну, прям вот такую, когда он свободный, извиняюсь за мои широкие руки, такими родилась. Вот, он не может, не может, да, ему мешают физические объекты, он самый тонкий, физические объекты в виде стен, например, тяжелой мебели и так далее, до какой-то степени сдерживают этот поток. И фактически, если взять на примере нашего тела, то сердце, сердце в нашем теле как раз качает энергию по всему телу, по всему телу, и пульсация, ну, как сказать, распределяет физическую, по физическому телу, и там микроэлементы, всё-всё-всё, через кровь мы это проходили, занятие про воду. Вот. Точно так же, по такому же принципу, сердцем нашего дома являющийся первый элемент эфир, давайте сердцем его ещё раз сравним, точно так же он качает энергию. То есть через его центральную точку, если первый элемент эфир, вот, дать, например, прямоугольничек или квадратик, да, или прямоугольничек, диагонали провести, будет точка, вот эта центральная точка, если мы её смотрим сверху, вот эта точка, если мы поворачиваем, то это целый энергоканал, идущий через всё пространство, ну, допустим, там у вас 2,80 потолок, да, по центру вашего дома идёт такой, как бы сказать, энергоканал, как в теле человека, позвоночник, да, там каналы наши, Наде вот эти все известные нам каналы, вот. Точно так же в центре первого элемента эфир есть энергоканал, который, через который, как из сердца пульсации, энергия расходится, заполняя пространство и материализуясь, каждый, в каждом направлении, имея свою вибрацию, каждое направление, да, в свои формы элементов, в свои формы первоэлементов. Если мы этот агрегат, агрегат, качающий энергию, перекрываем, да, ещё раз, то, соответственно, как агрегат работает? Менее интенсивно, да, менее интенсивно. Если у вас с сердцем какие-то проблемы, то у вас будут проблемы и с давлением, и с кровью, и так далее, со всем здоровьем, с иммунитетом, со всеми делами, вот. Соответственно, вот этот вот двигатель, двигатель энергетический, он будет работать с перебоями. Точно так же и в автомобиле, точно так же и в любой технике, если двигатель, качающий энергию, работает с перебоями, то вся система, которую наполняет энергией этот двигатель, работает с перебоями. Поэтому сердце дома очень важный сектор, и, соответственно, желательно, чтобы он был максимально открытый. Второе, на что я хочу обратить внимание, если брать структуру личности человека, это психология, да, в чистом виде, ну, в чистом виде, так скажем, в чисто философском виде, да, я бы сказала так, ну, по моему мнению. Сектор эфир, самый тончайший сектор, если взять структуру личности, то это проекция нашей души. Ну, фактически, смотрите, в центре личности, вас, меня, находится все-таки душа. То есть она главный игрок. Ну, если не так, вы можете со мной поспорить, пожалуйста, пишите комментарии, я за, только за, как сказать, в споре рождать истину. Ну, вот я пока так считаю. В центре нашей структуры личности, ум, разум, эго, да, тонкое тело, находится все-таки душа. Душа главный свидетель, главный путешественник, главный тот, кто получает опыт при помощи определенной системы, структуры личности, тонкого нашего тела, ума, разума, эго. Все, вот это, все эти тонкие органы помогают душе воспринимать, а что сейчас происходит, а как это происходит, а что я чувствую в связи с этим, а кто я в этой роли, а кто я здесь, а когда я в этой роли, как я себя чувствую, а когда я в этой роли вот так вот действую, то что происходит. Да, вот этот много-много-многогранный опыт, он получает, как бы, центральный, как сказать, как бы, свидетель, да, свидетель, путешественник, это душа. И фактически считается, что сектор первоэлемента эфир, это и есть проекция нашей души третий момент теперь немножко раскрою что я имею ввиду когда говорю про душу в контексте вас туда психологии пространства данном случае в данном случае что что имелось ввиду на самом деле на самом деле душа у нас же ну как сказать свидетель многих многих разных опытов все это внутри запечатлевает это все хорошо замечательно но при этом помимо того что там много сохранено впечатлений и чем тяжелее эти впечатления по диагностике я хочу вам сказать кстати тоже мое наблюдение немножко хаотично я спонтанно просто как идет без планов смотрите никуда не смотрю ничего не читаю душа на пресс на самом деле течение жизни допустим даже 1 1 даже хотя бы взять про получает очень много впечатлений эти впечатления все записываются ну там где-то в подсознании обычно когда мы это говорим мы где-то вот сюда вот всегда руку делаем да на сердце это все записывается где-то подсознание это вот тут интуитивно мы как сюда все равно тянемся к центру вот там записываться очень много впечатлений и сейчас вот прям было про лайфхак скажу если ваш сектор первоэлемента эфиры захламлен там много несущих стен там стоят тяжелые шкафы не дай бог там туалет еще да ну разные истории есть то о чем можно сказать что самый свободный открытый самый легкий сектор ничем не утяжелен и если утяжелен а мы с вами понимаем что это впечатление это сердце нашего дома то лайфхак вам да как понять то скорее всего вашей жизни вашем эмоциональном опыте даже этого хотя бы одного рождения накопилось очень много тяжелого опыта почему тяжелого да посмотрите что вас там стоит если там свет вас тяжелый оп шкаф захламлен зак загружена ok не захламлен загружены вещами можно так сказать что фактически по тяжести тяжесть оказавшиеся в самом легком секторе будет скорее всего вероятнее всего это мы сейчас размышляем с точки зрения психологии пространства указывать на тяжесть опыта который вы с собой взяли в этот вариант своей жизни то есть в эту фактическую реальность вот допустим вы сюда переехали и вот у вас такая вот история вот это конкретной квартире допустим вы здесь живете год два три 10 20 50 но у кого как вот здесь в такой версии вашей реальности а квартиры и дом ваша проекция наша с вами проекция я уже много-много раз в этом убедилась убеждена что это так вот тогда получается что вот вся вот эта тяжесть оказавшиеся в центральном секторе темнота там темные например стены и мало освещения и так далее но особенно тяжесть все чаще всего указывает я это поверьте мне уже диагностировал много раз я спрашиваю людей а как это у вас расскажите вот это чаще всего про это у вас как и часто очень часто люди вообще практически без исключений ну исключение бывают люди не очень контакте с собой вот говорят сюда действительно опыт тяжелый я опираюсь на него и он управляет но и я думаю что все вот так теперь всегда и вот это тяжелый опыт являясь опытом души находящиеся в центре нашего сознания сейчас пойдем четвертой части про сознание он определяет нашу реальность и чем тяжелее вашем секторе чем тяжелее чем больше тяжести на вашем сердце тем больше тяжелых впечатлений тем тяжелее вам жить легко и счастливо вот по простом простой лайфхак чтобы вам изменить это независимо от того есть у вас может возможность проходить как вас многолетнюю психотерапию или нет все можно решить гораздо легче многолетней психотерапии вам не нужно с вами все в порядке просто нужно решить вам с этим с этой тяжестью нормально живется если нормально да и бог с вами живите дальше если не нормально то что вы делаете берете попу в руки извиняюсь до руки в ноги и уносите всю эту тяжесть сектора благо известно какие секторы земли например сектор огня всю эту тяжесть да не всегда получится прям идеальная картинка я соглашусь не всегда но если вы хотя бы хотя бы что-то сделаете хотя бы как-то освободите первый элемент эфир центр вашего квартиры или дома то поверьте мне поверьте мне вы действительно ощутите как вам станет жить легче как вы вам легче будет принимать различные решения как вам будет легче воспринимать что-то новое как вам легче будет понимать себя и осознавать себя а теперь перейдем следующему пункту четвертому которым я хотел сказать надеюсь я по цифрам не не запуталась но если запуталась следующее все равно да будет он по логике по маме по моему мнению это очень важный момент из того что о чем бы я хотела сегодня поведать про первый элемент эфир это сектор моего осознания себя ну раз это сектор души до душа это та которая знает все ну я склоняюсь к этой версии вы можете склоняйте к другу другой ну как отзовется вам это уже ваше ваше дело я делюсь вот чем свободней открытие и гармоничнее сектор эфира чем тем больше вы в контакте с собой тем больше вы осознаете себя свои желания свои потребности свои даже какие-то скрытые мотивы какие-то ограничения и так далее все здесь все в этот список можно при плюсов и минусов на вписывать все что связано с осознанием вас вами себя мной себя вами себя вот соответственно когда я осознаю себя то что со мной происходит по жизни я знаю куда идти я знаю чего хочу я знаю свои способности я знаю чем мне заниматься я знаю осознаю что со мной происходит в текущий момент я осознаю что я чувствую желаю так далее но я повторяюсь и что мне это дает возможность осознанно выбирать где я кто я что со мной вот представляете это самый главный сектор самый главный сектор который указывает на вашу способность жить здесь и сейчас в контакте с собой вот все просто вот представьте вот какой интересный лайфхак казалось бы мы особо может быть там ничего сильно не понимаем но понимая суть можно понять что если вы хотите быть в контакте с собой попробовать а что такое жить здесь и сейчас до чувствовать себя настоящего настоящего ключевая вещь настоящее здесь произошло возрождение всех ну как бы если с точки зрения первоэлементов всех первоэлементов если с точки зрения творения вселенной то из центра из этой точки который брама бинду еще называется точка пересечения диагонали центральная точка сектора эфир именно отсюда вырвалась многообразие до вселенной если брать глобальный масштаб мы сейчас берем маленький масштаб нашей квартиры именно здесь сокрыто все наше знание о самом себе о мире законах этого мира а честности честно честной версии этого мира и чем больше я закрываюсь захламляюсь тем больше закрываясь от себя настоящего от правда этой жизни тем больше я предпочитаю жить в иллюзии неплохо нехорошо это это просто факт соответственно теперь когда вы понимаете я ну как сказать практически все все грани открыла конечно больше я рассказана обучающем курсе но я и не хотела бы вот слишком много информации потому что я думаю что то что я уже сказала вот этого вот так вам хватит чтобы начать размышлять и посмотреть проанализировать а что у вас в этом секторе а насколько он свободный гармонично и так далее и соответственно когда вы понимаете про что это что это даст вам свободный сектор да как при помощи очищенного освобожденного сектора первоэлемента эфир можно вернуться контакту с собой а когда я в контакте с собой мне уже поводыри то не нужны никакие меня так просто с толку не сбить меня а какими-то манипуляциями не заманить не сбить с истинного пути да то тогда я понимаю а что а стоит вообще-то пойти и разобрать вот этот весь хлам внутри как сказать в точке осознания меня до разобрать ведь все эти завал какими бы не был опыт мой мой прошлый опыт который да он копится в душе там это все память и так далее но каким бы он ни был это не означает что он должен утяжелять мое осознание должен пугать меня жить осознанно в этом мире да у ее ее я туда не пойду и это делать не буду я ведь знаю у меня был опыт и тогда-то было так и все вы искренне в это верите и все вот эти ваши опыты а было так а было так а у дедушки так у прабабушки так а мама так и все 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 и у вас стоит огромный шкаф огромный гардеробный в котором много много всего-всего казалось бы это просто вещи но на самом деле мы сейчас смотрим тонкий план до психологию мы же смотрим пространство самом деле вот это весь опыт который вы посчитали что вот без него без него вы никак теперь не сможете это ваши ну так сказать глобальные ориентиры но если мы знаем а мы уже знаем да что этот сектор должен быть свободным то тогда что получается а ведь страшно страшно же оказаться сейчас без вот этих ориентиров прошлых просто взять и выключить все навигаторы и пойти сердцем по этому миру чувствуя сердцем этот мир страшно но самое то главное что без вот этого как устаревшего навигатора который ориентируется на прошлые там на старые карты вы то пойдете как сказать опираясь на сердце в более интересную версию но это мое мнение конечно может вы так не считаете но и бог с вами более осознанную более не может быть незнакомую непонятно непредсказуемую но поверьте мне более осознанную приятную реальность эти интереснее чем все время ходить по старым рельсам по старым маршрутам со старыми рюкзаками наполненными тяжелым опытом который вот это периодически достаешь и как-то вот посмотришь полюбуешься вот покажешься вот посмотрите что у меня есть а вот я вот и это вот прожила я вот это вот прожил вот вот я вот с этим хожу с этим теми авоськами и таскаюсь таскаюсь и думаю как же бы вот пожить то бы легко то все просто бросьте все эти авоськи выбросите это все это не значит не значит обесценить это значит что поблагодарить этот опыт освободиться от тяжести этого опыта он может быть действительно тяжелый ему кто как воспринял да и попробовать почувствовать этот мир и о эврика что вы узнаете и почувствуете оказывается вы все знаете все знание есть вашем сердце иногда меня спрашивают откуда столько всего знаешь я сама не знаю я просто знаю что я знаю еще то есть в моем моей квартире первое на что я обратила внимание сразу что у нас будет максимально не максимально полностью свободный сектор эфира полностью свободный и там была стена благо на не несущая была просто из блоков вот мы ее полностью сразу же снесли вот и там еще некоторые дизайнерские вещи мы сделали но не суть но самое интересное что я реально почувствовала как ну я можно сказать стала мудрее умнее осознаннее да не не идея не идеальная версия я не стремлюсь к делал мне это и извиняюсь за мой французский нафиг не надо но то что я сейчас чувствую знаю понимаю я вполне понимаю что да я разби мы разбили мы кувалдой разбивали эту эту стену разбивали мы разбили и на самом деле я нисколько об этом не сожалею я нисколько об этом не сожалею поэтому самый главный лайфхак если вы хотите осознанно жить чувствовать мир сердцем понимать этот мир не при помощи подсказок а при помощи своего внутреннего знания то обратите внимание на сектор первое элементы эфир и по возможности по возможности освободите его насколько вы сейчас то можете себе позволить и поверьте мне это все сработает и даже небольшое освобождение даже чуть-чуть вы разгрузите какое-то там вот эти прошлые ваши впечатления вы уже будет чувствовать себя легче и уже на многие вещи будете смотреть под другим совершенно углом и еще в завершение скажу чем чище вибрации первое элементы эфир тем чище вибрации всех остальных пяти четырех первое элементов соответственно все что я ранее вам рассказала вот все это еще автоматически очистится даже если вы больше ничего не тронете а только почистите первый элемент эфир а все вот эти первые элементы наши еще четыре они наполнятся более мощной более чистой более с точки зрения вибраций были здоровой вибрации энергии вот этих вот первых элементов они уже исцеляться и все это при помощи первым элемает эфир. Ну а истелится наша психика и физика. Про это я уже все говорила. Так что вот, кратенько про первый элемент эфир. Всем удачи, изобилия и процветания!